друзья всем привет уже немножко спала хотел показать немножечко напылил конечно я здесь только шо позаметал пыли было много по включал вентиляторы хотя на на улице сейчас не холодно в сарае вообще тоже хорошо просто чтобы вытягивала это пыль так козочки тоже тут шок и в корыте в них по вычищал вот тут все по заметал мухи там валялись а и здесь тоже по он поснимал все паутину короче приготовил друзья ну побелил сразу думаю побелю чтобы она подсыхала корыто почистил хорошо тоже его хорошенечко обильно побелил час сниму вот эту вот бутылку но отсоединю просто вот пластиковую трубу и по мою эту баклажку что было здесь мухи водичка поилка принципе у нее есть но я посмотрю может ниже ее опущу может да наверное ей нужно будет вот сюда опустить здесь просто прибила такую вот приварил я ерунду и короче друзья это ерунда то мелочи жизни и муха побудет здесь не надо ничего не переделывать ну а тыси поросят сюда надо вот эти дырки закрывать ну она ни к чему да и так что он тоже весь по белке лес сюда когда я белил ему интересно было так что все здесь все готово полы тоже так побрызгал и сверху опилками пристелил этот конечно загончик вообще большой сюда потом может поросят и перегоним сейчас просто не хочу чтобы меньше их стрессовать они там уже привыкли они самого детства находятся там до пумба единственная вот этого кабана толстяка он конечно все соски свободны плюс корыки но я так заметил что она скорее всего она его не кормит потому что муха ложится это вот когда последних поросят забрал вчера я не видел чтобы он ну кушал чтобы она ему что-то давала и сегодня вообще сегодня утром он прямо орал она его не пускала в корыто когда я насыпал и он прямо орал скорее всего она его уже не кормит наверное 1 и он с ней в корыки соревнуется так что эти тоже в корыки едят ну друзья все отлично муха навалила тут последний разок и из-за чего ого солнце светит из-за чего друзья видите лучше такой из-за чего она опа то закрыл опа залазят в этот из-за чего муху нельзя сюда мы с катей сегодня пробовали подпустить фиона она немножко больше сейчас когда они похудали после поросят принципе размеры одинаковые чуть-чуть она больше чем муха но она агрессивно к ней настроена то есть видите они уже не помнят что они когда-то родились от одной свиноматки мы сегодня пустили думали тоже сюда подпустить муху загончик позволяет то есть месяца два-три они спокойно здесь могли бы жить но никак потому что фиона муху начала бежать так что из-за чего я ну мы с катей так посоветовались и я сегодня там ну хотя и хотя тут загончик все равно бы не сегодня но на днях бы я бы его подготовил чтобы он был полностью готов на всякий случай чтобы был уже полностью готов загончик мало ли по любому кто-то же останется я же говорил что одного хотим оставить себе ну видно будет друзья как как я говорю как карта ляжет так ну пока еще пускай побудет и мы и мы кстати друзья удивились когда муху выгнали это поросят а все так до калитки и звать понятно они стрессанут потому что мамку заберем от них ну а если их еще переселять они еще больше стрессанут а так они здесь на месте лампа у них светится ночью холодно тоже буду от окна вот это окно здесь полностью буду уже запечатывать помою с двух сторон помою сетку почищу потому что она в пыли и уже буду закрывать потому что уже половина сентября и как бы хватит если шоу тут одно оставить предостаточного то буду закрывать короче все такие окна которые вставляются стекла без форточки и буду уже сегодня завтра ставить ну там я же не сразу вы знаете там одно сегодня поставлю там завтра второе давай 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 только не сюда иди сюда иди а то ты мне весь весь проход перезагородишь еще потом скоро свадьба будет у тебя опять пумбей ложись вот так ложись 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 вот так вот такой вот волонь 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 волонька привет ты где что там такое цыплёнок тут гуляет друзья видите палочка вообще не трогает не обращать на него внимание так и лежит ждет пумба тоже хороший килограмм килограмм 80 в нем да и он такой знаете не сильно жирный ого тут у него конечно ничего себе я даже гляньте какой этого броненосца какого-то гляньте куски и так или там мясо я не пойму что это такое прямо прямо такое тугое гляньте вот шкура такая прям тухая пумба вот именно вот здесь вот так на лопатке что это как здесь мягкая тут мягкая вот на спине тоже такая жесткая но тут вообще только как броня какая-то да ты бронированный пумбей все там трава трава в роте спит все вот такой пумбей ну да 80 в нем есть на думаю свиньи для му для фионы он вообще небольшой а а для мухи тоже принципе немножечко великоват но я думаю она его удержит видите видите жасминка хвостиком виляет я ее сейчас хочу пойти туда до сережки пригласить не пойму маршу это такое мы сегодня сказать осмотрели и он от нее на нужно начинать следить по моему с одиннадцатого числа сегодня только седьмой позевала позихала катика и еще друзья там написали что ну осенью покроет я знаю ну мы пока еще сильно там не переживаем она тоже что то хвостиком не видите это убирает хвост это задирает гляньте какой то я не понял она в туалет пошла по большому жасминька что ты творишь этот нет а этот не ложится не факт ну это тоже уже под 100 килограмм друзья я думаю получается 25 сентября ему будет ровно полгода по моему по моему полгода до по моему 25 апреля родился май июнь июль август сентябрь пять месяцев пасим точно не могу сказать ну знаю точно что 25 числа там записано лично или пять или шесть месяцев будет ну даже если 6 месяцев вот в нем уже 100 килограмм года будет больше ста да а здесь вот такая красота она сейчас по белка высохнет и вообще будет все тут а как в лучших в лучших домах лондона и парижа и друзья вот немножечко я ему все-таки вчера укоротил цепок потому что друзья козел он уже как бы взрослый ну не то что он взрослый прям но опа видите он может и попрыгать много цепка я изначально сделал сантиметров двадцать пять я убрал ну сейчас чуть больше метра где-то метр десять из-за чего потому что он не давал проходить он как бы сказать он прыгает когда ему вот кушать даешь он прыгает почему мы его сюда и привязали потому что друзьям там он как бы прыгал и то есть сложно к нему заходить сложно уже он растет и чем дальше тем больше он будет и больше становиться поэтому мы всегда как бы привязываем на цепок потому что он тогда более спокойный будет а то что здесь друзья холодно там переживают или с курями там нельзя друзья козел этот не первый который у нас здесь находится если ему там станет здесь холодно сильно на улице будет а минус 30 у нас последнее время такое редко бывает то мы его загоним сюда сарай мы там и курей иногда загоняли раньше но как хочу сказать этот сарай здесь не первый козел этот будет здесь были маленькие козлята то есть все равно это помещение хоть часто мне пишут то это типа ничего оно не греет друзья здесь два слоя бигбергов с этой стороны и с той стороны то есть самое главное крыша над головой есть не капает здесь сквозняка нет когда все закрыто как такового сквозняка нету на зиму вы знаете я там закрываю мы курей уже тоже держим не один год уже около десяти лет и все куры всегда в этом сарае у нас не не было ни одного случая чтобы кто-то замерз никогда так что не переживайте ничего здесь ними не будет не с козлом хоть и написали что это порода такая они там до холода сильно но я думаю что это козел у него по любому на зиму шерсть будет здесь у него сквозняка нету он не на полу лежит сделали ему поддон поэтому вообще переживать нету смысла и друзья здесь вот как вы знаете зимой у нас постоянно куры несутся было такое даже утки неслись помните январенка высидела курица то есть не курица утка то есть здесь как бы ну для животных это условия здесь шикарные я считаю как кто-то может кто-то по-другому считает но друзья мы же не навязываем никому свое мнение мы делаем так мы показываем так что такие вот дела а потихонечку все мы стараемся мы же не сидим на месте ждем ну как бы что-то делаем улучшаем вот когда этом воду прокопал помните здесь не было ни воды кстати вот увидел я вспоминал вот он еще висит друзья здесь когда не было света у меня здесь вот такой фонарик и сел провода тут батарейки были и я включал тут ненадолго им свет понимаете то есть постепенно все понятно если бы было там знаете как я говорю волосатая рука можно было бы все делать но тогда если была бы волосатая рука этим бы тогда смысла не было бы заниматься чем-то серьезнее можно было бы заниматься мы как бы отталкиваемся от своих возможностей и гляньте что гляньте какая красота сетка вообще изначально оно было просто обтянуто сеткой друзья это же жили здесь куры никто не умер потом я как бы улучшил будет возможность еще улучшу поэтому я говорю кто-то кто-то ездит вот я сколько знаю там с людьми разговариваю есть возможность сейчас принципе если машину там какую-то даже жигули какие-то классику то есть купить не проблема человек работает два три месяца можно в чем-то себе отказать купить там машину жигули он говорит ну я не смогу ее отремонтировать поэтому я ее не покупаю я знаю что она будет ломаться а на другую не хватает день понимаете а я бы купил даже если бы я не знал ковырялся бы в мазуте да я бы разобрался сделал бы и ездил бы на машине но это так и было у нас мы когда когда-то я помню тяжелый мотоцикл мы только с катей начинали жить и я притащил мотоцикл тяжелый за тысячу гривен тогда еще купил я помню это лет 11 12 прошло да мне были до этого там мотоцикл был минск мопеды были всякие радырчик но я притащил когда этот мотоцикл он был не на ходу а катя же меня еще сильно не знала как бы там несколько лет там просто дружили и этот и она мне потом рассказал я думала говорит что он притащил и чтобы вы понимали друзья мы уже на следующий день я уже его завел и потом я на нем ездил короче много-много лет мы еще скажешь и катя потом как бы научил ее она тоже каталась поэтому видите мы как бы отталкиваемся от возможностей кстати вот по поводу воды видите это все человека зависит я мы сначала носили дом с дому я думаю скважина же у нас есть думаю надо что-то думать я прокопал траншею как вы знаете есть на канале а у многих людей у нас вот здесь даже вот в этих домах я знаю только три человека у них нету квартире воды понимаете что мы потихонечку все будет животные нормальные у них условия я считаю таким самое главное крыша над головой покушать попить и все будет отлично конечно будет возможность вот появилась возможность друзья мы для козочек поставили более пожалуйста не было бы возможности не поставлю но если появляется мы все сюда вот делаем вот пожалуйста гляньте траву скосил поливаю чтобы пошла еще трава это же не ну как бы для животных чтобы и было вкусная зеленая трава уже многие то есть зеленую траву не дают а мы даем зеленую траву птичкам всем так что друзья все нормально гляньте здесь все четко оббито да с кусков ну я принципе у людей я знаю кстати вот где сережка живет сережка вообще на улице живет всю жизнь два чем-то года ему и там две козочки у него и козлят отображали просто вот такие же условия как он здесь тоже крыша есть и такой загончики он там бегает зимой и летом и никто не переживает так что я говорю каждый человек за все зависит от человека кто-то бы сказал то я лучше не буду делать если там с мешков а я сделал и пока смешку а там видно будет так что такие дела друзья и вот видите у нас хозяйство не маленькая и там делаем и там потихонечку все 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 вот здесь раньше забора у меня не было здесь была сетка такая напор вата и вязал вязал потом со временем шифера там кусков накрою ну насобирал хоп сделал заборчик уже вот года три он служит и еще прослужит здесь сетки с металлической сделал хотя было все так стряпочных сеток изначально появится возможность поставить трубы железные я обязательно поставлю так что не переживайте друзья я мы с катей все делаем чтобы улучшать потому что я же понимаю чем в лучшем они будут условиях жить тем и нам будет больше пользы и им хорошо так что такие дела это не только за курей козлы и козлы и свиньи так что такие вот дела я надеюсь никто не обиделся просто просто есть некоторые люди пишут комментарии такие то вот ты зачем ты занимаешься типа но это я просто как бы мне не обидно эти комментарии ну просто я бы их там если допустим 300 комментариев нам написали то три комментарии вот такие вот то зачем ты держишь ну друзья мы держим для себя будем мы шоу излишек продаем все все отлично нам все нравится главное я жарю главное чтоб нам нравилось кому-то мне нравится хозяйство держать кто-то думает то лучше купить кто-то хочет водителем работать кто-то доктором мечтал работать понимаете то есть у каждого человека свои желания в голове и каждый человек делает все для себя по своим возможностям так что такие дела все друзья всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно пишите комментарии всем пока